МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня завершила свою работу Всероссийская конференция Ассоциации водоснабжения и водоотведения. За два дня было проведено несколько круглых столов заседаний секций рабочих поездок по объектам. Участники конференции выработали проект резолюции, в которой обозначены системные проблемы отрасли водопроводно-канализационного хозяйства и пути их решения. Самое главное сейчас активно привлекать инвестиции и профессиональный бизнес-структур в сферу водоснабжения и водоотведения, подчеркнули участники конференции. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил всех участников за высокую оценку, поставленную нашему водоканалу. Наша задача – обеспечивать качественной питьевой водой не только в городских округах, но и в сельской местности, с учетом того, что проживает не менее 40% населения в сельской местности. Кое-что мы сделали, но многое еще предстоит сделать для того, чтобы построенные водохранилища полностью запустить и селяне тоже получили качественную питьевую воду. Сегодня же заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис провел совещание с коллегами-руководителями муниципалитетов Чувашии по вопросам переселения из ветхого аварийного жилья, капитального ремонта и лицензирования деятельности управляющих компаний. Первый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья завершается в этом году. Все показатели, запланированные на этот период, Чувашия выполняет. Проблемы, возникшие в столице республики, были связаны с высокой рыночной стоимостью квадратного метра, но власти сумели их решить. Что касается капитального ремонта, заместитель министра рекомендовал ускорить составление краткосрочной программы, чтобы можно было получить федеральное финансирование и уже начинать работы на тех объектах, которые больше всего в этом нуждаются. В целом, за работу по переселению из ветхого и аварийного жилья, проводимую в республике Андрей Чибис, поставил отметку «хорошо». Мы специально заранее проверяли с использованием общественных контролеров, качество тех домов, куда уже переехали люди. И насколько мы видим информацию, претензий по качеству, за исключением мелких, как это всегда бывает, их нет. И это очень важно. Я сам вчера в несколько квартир зашел, незапланированно, неожиданно. И я посмотрел, что люди живут, люди переселяются в достойных условиях. Поэтому Чувашия здесь на фоне других регионов выглядит на достаточно высоком уровне. Подробнее о том, какие проблемы были озвучены на совещании, какие пути их решения предлагались, мы расскажем завтра в информационной программе «Республика». Дома, которые упомянул федеральный чиновник на совещании, он посетил накануне во время объезда столицы республики. Андрей Чибис интересовало исполнение программы по переселению граждан из домов в аварийном состоянии. Ветхим жилой помещением может быть признано только в том случае, если износ его конструкции превышает 70%. Такими по Чувашии признано 873 дома. Дом по улице Богдана Хмельницкого представляет собой жалкое зрелище. Фундамент ушел глубоко в землю, углы перекосило, крыша протекает, деревянная лестница гниет. Единственное, что может Ольга Всеволодовна, это поддерживать порядок в своей квартире. Но бороться с аварийной ситуацией сил уже нет. Вся ее семья ждет переезда в новый дом. Ждут, конечно, говорят, 14-й год или 15-й год. По программе 14-го года. Но у нас перекресток, сейчас очень много машин, конечно, ездит. И вибрации, вот даже на стенках посуда, вот прям трещит у нас. Скажите мне конкретный вопрос. Известно ли вам, в таком месяце какого года? Нет, ну я слышала, что 14-й год будет это переселение. Чтобы жители не успокаивали себя только слухами, к 1 октября на каждом аварийном доме появится табличка с указанием даты, а позже и место переселения. Ольга, например, переедет в микрорайон Садовый. На конец этого года площадь социального жилья здесь составит 400 тысяч квадратных метров. Ознакомившись с планом застройки, Андрей Чибис отметил, что важно отчитаться не столько о сданных в эксплуатацию площадях, сколько о количестве семей, которые переехали в эти квартиры. А людям, в свою очередь, нужны и доступные социальные объекты. Вопрос качества жизни – это не только что с тем, что мы говорим, а вопрос, чтобы было, куда ребенка отвезти в школу, куда ребенка отвезти в больницу. У меня есть просьба к городу. Понятно, что построить одновременно все невозможно. Ну, это очевидно, деньги. Но ведь можно найти, или нужно найти такое изящное решение. Если будут соответствующие маршруты по тем школам и детским садам, где, куда люди вводят, ну, чтобы у всех есть свои машины, так далее. Пусть эти маршруты курсируют ко времени школы, ну, как школьный автобус, конечно, и обратно. То же самое в детский сад. И качество жизни людей, как они сюда переселяют в рамках аварийного жилья, в рамках выполнения указа президента, оно будет радикально для людей. Проект всегда выглядит красивым и эффективным. Федеральный министр решил ознакомиться и с его воплощением. Можно, да? Да, да, да. Вы извините за беспокойство, за то, что мы вормались. Просто хочется узнать, довольны ли, добрый день, довольны ли качественные жилья? Все ли нормальные претензии по культуре действиям? Ну, претензий-то есть и нету. Очень слышимость такая, громкая слышимость. Соседей слышно. Зато все вместе, знаете, это рука. Вот, а так, ну, неполадки-то есть, доделывать будем. А в целом, то есть, удовлетворены, правда? Единственное, что балкона не устраивает. А что там за балкона? А когда дождь идет, водопад у нас, балкон заливает. Заливает балкона? Да. А давно заселились? Месяц. Все неполадки застройщик пообещал устранить к вечеру. Андрей Чибис настоятельно попросил больше внимания уделять деталям. Иначе отношение к государству только испортится. Но микрорайон Садовой не единственный, в котором предоставляется социальное жилье. Дома в Радужном такого же назначения. Только цена за квадратный метр тысяч на десять дороже. Кто получит квартиры здесь, зависит от сроков признания ветхого дома аварийным. Если сроки одинаковые, переселенцев определят местные власти. Я не случайно попросил информацию о семьях, которые переехали в самое лучшее жилье этого города. Мне самому интересно посмотреть, что это за семья. Но в любом случае, если кто-то не согласен или есть нарушение прав, например, его соседа перевезли в более лучшее жилое помещение, то эти вопросы все рассматриваются либо в органах власти, либо в судебном порядке. Исполнение программы жестко контролируется. За нарушение введена финансовая и персональная ответственность. Она будет способствовать выполнению задачи, поставленной президентом. Переселить из трущоб более 770 тысяч человек. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. До 1 сентября считанные дни. А их прежняя школьная форма, ранцы, тетради и карандаши остались за тысячи километров. В этом году в Чебоксарах за парта сядут более 80 украинских детей. Школьникам, которых разместили на территории Ленинского района Чебоксар, сегодня подарили учебные принадлежности. А еще вместе с детьми сотрудников устроили экскурсию по Чебоксарскому электроаппаратному заводу. Подробнее в сюжете. 73 года назад завод эвакуировали в Чебоксары из Харькова. Это крупнейший город в Восточной Украине. Тогда, в 41 году, оборудование вывезли подальше от фашистских захватчиков. Но эти дети вместе с семьями были вынуждены бежать с Украины подальше от тех, кто не выучил урок истории Второй мировой. И в далеких 40-х и сейчас завод производит продукцию, в том числе для обороны промышленности. Но в Чебоксарах под мирным небом в музее предприятия она вызывает не страх, а только интерес. Казалось бы, объяснить простым языком детям, что сейчас производит завод, не так легко. Однако за сложными названиями скрывается простой и очень важный смысл. Все прекрасно знаем, откуда у нас появляется электричество в квартире. Для того, чтобы оно поступило именно к вам в квартиру, мы делаем блочно-модульные подстанции трансформаторного типа. Это домики. Бывают они разные, бывают они большие, бывают они маленькие, бывают они теплые, бывают они холодные. Бывают они стоят из нескольких зданий, чтобы вам было тепло, чтобы вы могли учить уроки, чтобы у вас был свет всегда. Возможно, через года эти дети станут сотрудниками предприятия, а пока им надо учиться. Собраться в школу помогли депутаты городского собрания, город-министрасы и представители завода. Тем семьям, тем людям, которые сейчас вынуждены были покинуть свои дома в Украине и переехать на территорию России, в частности, в город Чебоксары, у них очень затруднительная ситуация, естественно, с финансами. А поскольку собрать ребенка в школу – это очень дорогое сейчас мероприятие, и поэтому мы решили помочь. В школе нужны тетрадки, ручки, карандаши, краски. Я буду учиться хорошо. Одели с ног до головы наших детей, подготовили в школу и концтовары, и школьная форма, потому что на Украине нет такой строгости с формой. Дети то есть, в чем хотят, то мы ходят в школу. А здесь, да, форма, все строго. Школа очень хорошая, учителя вообще очень классные, веселые такие, и вот говорят, что помогать тоже будут. Новые чебоксарские школьники обещают учиться будут только на пятерке. Взрослые отмечают, это не так важно, а главное, что за окнами не будут рваться снаряды. О подготовке к новому учебному году, трудоустройстве и размещении говорили сегодня на заседании рабочей группы. В Чувашии еще 10 объектов стали пунктами временного размещения граждан, вынужденно покинувших Украину. Они рассчитаны на 350 человек. Среди объектов реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, туристический и оздоровительный комплекс «Заимка», ряд объектов спортивных учреждений, детский и оздоровительный лагерь «Созвездие», физкультурный и оздоровительный центр «Белые камни» в Мариинско-Посадском районе и другие. Напомню, что сейчас в Чувашии развернуты три пункта временного размещения, где проживают 186 граждан Украины. В ближайшее время в республику должны приехать еще 278 человек. 133 ребенка из Украины должны 1 сентября пойти в школы Чувашии. Из них 88 в Чубаксарах. Все школьники закреплены за учебным заведением. Многие ученики уже познакомились с учителями и одноклассниками. В Министерстве образования республики составили специальную таблицу, в которой отмечают, в чем нуждается каждый ребенок и как решаются проблемы. Какие проблемы? Это первая проблема. Родители уже говорят, что не могут оплатить за детский сад. Это 2000 рублей в городе, достаточно большая сумма. И поэтому сейчас первая дема возникает на перспективу. Вторая тема – оплата за питание в школах. То есть у них тоже денег нет, как будем платить. Задачу ставим, чтобы ребенок пришел с комплектованной школьной формой полностью, знал четко, какой класс. И чтобы классный руководитель, директор школы, принял его как родного. Всего по России трудоустроено 4% выходцев с Украины. Среди лидеров Свердловской, Ростовской области и Пермский край. Не работает ни один беженец в Челябинской области. В Чувашии трудоустроены 20%. У нас ежедневно находят работу в среднем 5-6 человек. Зам. руководителя госслужбы занятости по Чувашии Наталья Тараканова рассказывает, что проблем с рабочими местами у нас нет. Но не все соискатели приходят на собеседование в положенное время. В Республиканском банке вакансий имелись сведения о наличии 1736 свободных рабочих мест и должностей служащих. В том числе 337 вакансий с предоставлением жилья. Вакансии заявлены 116 организациями Чувашской республики. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 13 529 рублей. Но в городе Чебоксар несколько выше – 14 566,9 рубля. Около 70% вакансий – это рабочая специальность. На заседание рабочей группы было решено привлечь к трудоустройству украинцев и профильные министерства. А предприятиям рекомендовано создать квоты для переселенцев. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. К другим новостям. Во время одной из рабочих поездок Михаил Игнатьев выразил недовольство состоянием дороги «Волга» на участке от Большого Сундуря до пристани Шишкары. Из участок перевозок тяжеловесного груза, превышающего нормы, на асфальте образовалась колейность. Наша съемочная группа отправилась на место весового контроля, чтобы выяснить причины ухудшения состояния дороги. По муниципальной дороге Маргаушского района, ведущие к «Волге» многотонники ездят ежедневно и не один раз. И все бы ничего, если бы вес груза соответствовал нормам. В среднем заднем приезжает около 60 машин. Нарушители, можно сказать, попадаются каждая вторая машина. С перегрузом более допустимых норм. С красивым нагрузком 10,8,7. Размеры штрафов зависят от перегруза транспортного средства и от пройденного им километража. Так высчитывается урон причиненной дороги. А вот и очередной КАМАЗ, который оказался злобным нарушителем. То есть не первый раз проезжает перегруженным. Это, конечно, какой-то здесь очень хитрый вещь. Машина 13 тонн рассчитана, а по ОСЯМ он 10 тонн не проходит. Посевая нагрузка идет 10,8,7. Да, 10,8,7. А машина на 13 тонны заводом выпускается. И так каждый день. Но весовой контроль работает не круглосуточно. Этим и пользуются нарушители. Они готовы простоять весь день, чтобы перевести тяжелый груз в то время, когда рабочая смена уже закончилась. Так никто не сможет помешать им проехать безнаказанно. Естественно, дорога не рассчитана на те массы, которые возят по этой дороге. И наша задача, чтобы ущерб тот, который наносит транспортная компания нашим дорогам, она возмещала. И мы на эти деньги, конечно, восстанавливали эту дорогу. Штрафы поступают в Республиканский дорожный фонд. Однако не все нарушители стараются выплатить их вовремя. Порой дело доходит даже до суда. В целом дороги Чувашии находятся в удовлетворительном состоянии. Но неизвестно, к чему может привести безответственность собственников транспортных фирм. И приближающиеся дожди считают в управлении республиканскими дорогами. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. Дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации, первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. 5 сентября исполняется 85 лет со дня рождения Андриана Николаева. Помимо торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею, будет реализован проект космического масштаба. Изображение чувашского космонавта размером 100 на 115 метров будет размещено в чистом поле близ деревни Ельниково. Место выбрано отнюдь не случайно. Дорога от дома до школы юного Андриана Николаева проходила вдоль этого поля. Уникальный проект не только для Чувашии, но и для всей России. Таких проектов в мире существует не больше десятка. Они есть в Америке, есть в Японии. Изучив опыт, мы решили, что нужно отдать дань памяти великому сыну Чувашии и реализовать этот проект. Проект очень технически сложный. Точность маркировки 2-3 сантиметра, потому что если мы немножко исказим, то лицо перекосит. От точности изображения зависит конечный результат. Тут, как в хирургии, допустить ошибку непозволительно. Для проекта используется дорогостоящая сельхозтехника, которую нужно обслуживать. Требуются рабочие силы и расходные материалы. Для того, чтобы воплотить задумку в жизнь, был создан общественный фонд. Объявлен сбор средств. Вот я сегодня, собственно, примером заложил определенный свой взнос. И очень будем рады, если каждый житель Чувашской республики окликнется, не будет покупать даже школьник сегодня, не съест пирожок, не купит жвачку, а направит с мобильного телефона даже 10 рублей. Республика будет благодарна, потому что это поистине наша гордость. И для меня это честь участвовать в данном проекте. И надеюсь, что каждый будет потом гордиться. Принять участие в реализации проекта может каждый желающий. На сайте Министерства культуры Чувашии есть раздел «Агроизображение лика летчика-космонавта Андриана Николаева». Там указаны реквизиты общественного фонда. Платеж, переводимый на счет общественного фонда, пополняется онлайн. Так что убедиться в том, что средства, отправленные на благотворительность, дошли до адресата, можно не отходя от компьютера. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. Наш выпуск на сегодня завершился. Я с вами прощаюсь. До свидания.